Компания «Транспорт Верхней Волжи» продолжает контролировать соблюдение масочного режима в автобусах. Сотрудники предприятия инспектируют подвижной состав, проводя профилактические беседы. Тем пассажирам, у кого не оказалось с собой индивидуальных защитных средств, их раздают бесплатно. Пятница. Разгар рабочего дня. Сотрудники компании «Транспорт Верхней Волжи» вооружены не только сканерами для проверки факта оплаты проезда, у каждой по связке масок. Акция по соблюдению пассажирам специального режима продолжается. Причем ее цель не отлов нарушителей, а именно профилактика. Мы ставим своей целью помочь людям. Если контролер увидел, что человек без маски, контролер подходит и предлагает ему взять маску и воспользоваться ей. Эта акция стартовала месяц назад. За это время было роздано около 20 тысяч масок. Еще около 13 тысяч планируется вручить пассажирам в дальнейшем. Люди одобряют такие действия компании «Транспорт Верхней Волжи». Отмечают, что нарушители нет-нет, да попадаются. Не все носят, особенно молодежь, она вообще плевательски к этому относится. Поэтому я против этого, конечно. Я считаю, это необходимо на данный момент, чтобы обезопасить друг друга от ковид. Напомним, что масочный режим в Тверской области, согласно постановлению губернатора Игоря Рудени, действует с 12 октября. При этом неделю назад глава региона отметил, что власти больше не будут сквозь пальцы смотреть на нарушителей. Штраф, который будет накладываться, я надеюсь, это будут минимальные случаи. Нас услышат владельцы магазинов, работники магазинов. Штрафы на лидические лица по кодексу административного права нарушения минимальная. Ставка – это 200 тысяч рублей. Там вилка от 200 до 500, поэтому никто не будет по максимальному штрафовать. Но если, так сказать, хотят работать предприятия торговые, если хотят работать торговые центры, то они должны обеспечить наличие посетителей в индивидуальных санитарных масках. Сейчас эпидемиологическая обстановка в Тверской области остается стабильной. И здесь свою лепту должны выносить не только врачи и органы власти, но и простые граждане. От них, среди прочего, требуется просто надеть маску при входе в автобус или в общественное здание. Продолжение следует...